Мы продолжаем. Он видит в них своих единомышленников. Они рвут плоть, хищные птицы. И у него все творчества, все стихи про то, что надо рвать плоть, про то, что надо уничтожать. И крылья расправляя ангел, летит с ожжением и встречу. Почему это искусство? Потому что это образность. Понимаете? Это образность. Чего, кстати, критики не могут, те, кто его критикуют, не могут ни понять, ни оценить. Именно такими ножами наш герой режет и истязает себя. Это боевой нож. Ну, если ты не можешь петь, плясать, зарабатывать деньги, ну, чего тебе остается? Надо вот поиграть со смертью. Тем более тема таинственная, людей привлекает. Саморазрушение, оно не требует совершенства. То есть совершенство – это, как вот в бойцовском клубе, это некий вид мастурбации просто. Есть вещи настолько потрясающие по своей глубине и внутренней сути. Создается впечатление, что… Есть такое выражение «Им пишут». То есть я думаю, что это как раз то, что превосходит какую-то планку общепринятых и общезначимых вещей. Допустим, у меня сильный интеллект, но он мне нужен ли? Это помойка. Но я беру его и использую. Почему? Это оружие. Я его использую в этом мире. Инопланетная форма жизни тоже принципиально отличается от нашей земной жизни. Скрещивание земных и неземных организмов возможно. Смешивание различных типов жизни, космической и земной, вполне допустимо. А значит, структура инопланетных генов может быть такой же, как и у Земля. Резаная раночка дает идеальное заживление. А говорят, кровь не идет. Возь дешевле. Ну, теперь уничтожить. Возь дешевле-то. Люди окружены инопланетными бактериями, которые передают клетке свою внеземную информацию. Несомненно, тогда будет происходить мутация организма. И результаты могут быть самыми разными. К примеру, рождаться люди, которые не боятся боли. Этот человек, Ассахра, мастер смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok